Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Макрон вслед за пенсионной реформой огорошил французов новостью о военной реформе. Французские СМИ сообщили, что свыше 1 миллиона жителей страны приняли участие в акциях протеста и демонстрации против пенсионной реформы, затеянной президентом Макроном и правительством. По данным полиции, 19 января на улице Парижа вышло в общей сложности свыше 80 тысяч протестующих с требованием сохранить текущее положение пенсионеров и не повышать возраст выхода на пенсию. При этом французские профсоюзы сообщили, что в Париже на улице вышло свыше 400 тысяч протестующих, что позволило побить рекорд в количестве демонстрантов, установленной в 2018 году в разгар забастовки желтых жилетов. Стоит отметить, что французский президент Макрон в целях собственной безопасности вылетел из Парижа в Барселону, где провел встречу с испанскими властями в обсуждении перспектив энергетического партнерства. Из Барселоны Макрон переместился на военную базу Мон де Марсан, расположенную на юге-западе Франции и огорошил французов в эфире репликой «Франция должна быть на одну войну впереди своих соперников». Макрон при этом не сообщил, кого следует считать соперниками Франции, отметив при этом, что французская армия планирует создать военные базы в Азиатско-Тихоокеанском бассейне, то есть под брюшье Китая, и сохранить присутствие в Африке. Слова французского президента позволяют сделать вывод о том, что пенсионная и военная реформа взаимосвязаны между собой. Правительство Франции, вероятно, желает в будущем сократить социальные расходы на поддержку пенсионеров и малоимущих и сэкономленные средства пустить на укрепление французских вооруженных сил. Макрон озвучил, что в ближайшие годы правительство Франции намерено увеличить оборонные расходы государства на 40%. Необходимость срочной милитаризации, по словам Макрона, обусловлена величайшей опасностью, которая угрожает Франции в текущем столетии. «Франции нужна сильная армия для обеспечения нашей свободы, безопасности и будущего процветания», — заявил Макрон. Французский лидер пообещал населению преобразовать армию в течение шести лет в период с 2024 по 2030 год. На перевооружение французские чиновники выделят из казны 447 миллиардов долларов. Французская газета Le Président сообщила, что экономика Франции переходит на военные рельсы.